Здравствуйте! Совсем немного прошло времени с момента публикации моей статьи ВИЧ. Иллюзия. Правда. Но уже поступило достаточно много вопросов, откликов. Конечно же уже проводятся консультации по данной тематике, но некоторые из вопросов я бы хотел осветить в этом коротком видео. Один мой хороший знакомый, он в свое время проходил у меня курс по эректильной дисфункции. По-русски говорят импотенции. Мужичок у меня пролечивался. Так вот, именно он, кстати, по импотенции очень интересный тоже результат был. У него 5, нет, 6 лет назад он проходил курс и у мужика все в порядке, хотя ему уже 73 года. Так вот, он очень такой товарищ въедливый и в хорошем смысле слова. И он мне задал такой вопрос, хотя хорошо меня знает, после прочтения статьи у него был такой вопрос. Ну, вкратце, получается, вот он говорит, получается, что вся эта информация, которую мы знали, понимали о вирусах всю свою сознательную жизнь, она получается ошибочной и неверной. На что я ему вполне конкретно отвечаю? Что? Я никогда не ставил своей задачей опровергать, либо доказывать какую-либо информацию. И в случае с ВИЧ это правило неплевожное. Тем не менее, я работаю с вполне реальными, конкретными людьми и им достаточно интересно моя точка зрения по данной тематике. По вирусам, по ВИЧ, по СПИД в частности. Ну вот смотрите, ко мне приходят люди с гепатитом С, приходят люди с гепатитом С, приходят люди с генитальным герпесом, например, да? Или с вирусом, с тем же самым Штейн Бара, он же вирус герпеса 4 типа, с вирусом папилломы человека, с анковирусами. А уходят, то есть заканчивают курс 4-6 месяцев уже без этих самых вирусов. Естественно, людей интересует много вопросов и в частности, как же так? Вот официалы не берутся им помочь, а вы можете. Вот именно поэтому, потому что люди интересуются, им не только как бы нужен результат. Многие хотят знать и понимать, а за счет чего этот результат достигается. Вот именно поэтому я и высказываю свою точку зрения на те же самые вирусы, на тот же самый ВИЧ, на бактерии, на другие микроорганизмы, на грибы и так далее. Сам принцип основан на том, что никакой не должно быть химиотерапии. Абсолютно. Любая аптека это в первую очередь это химиотерапия. Все мои технологии, они природоподобны. То есть взаимодействие должно идти по любому заболеванию, взаимодействие технологий, природоподобных, должно идти в синергии, в симбиозе с самой природой. Только так можно добиться успеха. Других вариантов просто-напросто нет. Еще интересный вопрос. Люди просили, это не один человек, это несколько было вопросов, прокомментировать так называемые достаточно нашумевшие сообщения о излечении ВИЧ-СПИД больных, там два или три человека. Ну, мое мнение, как бы, ничего сверхъестественного я, например, в этом абсолютно не вижу. Во-первых, пересадка костного мозга и в том и в другом, да по-моему, в третьем случае проводилась человеку не в связи с тем, что у него ВИЧ или СПИД, а в связи с тем, что та иммуно, я бы назвал, депрессивная терапия, которую эти несчастные люди проходили, она направлена как раз таки на то, чтобы убить вирус, но в первую очередь эта терапия убивает костный мозг. И, по сути дела, получается, что сама пересадка никакого отношения к вирусу-то и не имеет. Пересадка нужна была этим людям вследствие того, что у них развились уже онкозаболевания и костный мозг стал, как бы, рассадником всего этого процесса. Так что сначала убьем, а потом пересадим, а вот с чего-нибудь получится. Но это не тот принцип, как бы, который я не то, что хотел бы комментировать, а не пожелал бы и врагу своему, хотя у меня их нет. Во-вторых, я вообще не уверен, что что-то не шел, потому что уж столько я много раз видел нечто подобного, когда объявлялось, что вот наконец-таки что-то, какой-то результат достигнут, а люди все равно, как бы, конкретики никакой не видят, не ощущают на самих себе. По большому вниманию это привлечение, естественно, внимания, по большому счету, ну, как это не банально, звучит, денег. Что же касается статьи, что я еще хотел бы сказать? Ну, еще раз только повторить, что, по сути дела, ВИЧ, как таковой, является даже не заболеванием, это патология адаптации, патология адаптации именно организма к, как бы сказать, изменяющимся внутренним и внешним условиям, не более того. Так вот, если исходить именно из этого, то абсолютно нет никакой необходимости костный мозг пересаживать, абсолютно нет никакой необходимости в химиотерапии. это, я считаю, не то, что не нужно, это вредно просто-напросто для самих пациентов, но которые просто-напросто вынуждены применять, идти на подобные меры, потому что, к сожалению, другой терапии у современной официальной медицины просто-напросто нет. С моей точки зрения, опять же, я повторюсь, статья об этом очень хорошо сказана, на мой взгляд. С моей точки зрения, все, что нужно сделать, это так называемый апгрейд, если хотите перезагрузку иммунной системы, потому что накопленные системные ошибки, они могут быть как наследственного, так и приобретенного характера, просто-напросто не позволяют иммунитету функционировать так, как он должен функционировать от матушки природы. Вот и все. Пока этого не будет сделано, и ВИЧ, и СПИД из разряда актуальнейших проблем современности ни в коем разе не выйдут. К описанию этого видео представлен фрагмент как раз-таки статьи, о которой я рассказывал, и внизу будет ссылочка, по ней вы можете перейти на мой блог и прочитать статью целиком. На этом все. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok